Сотрудниками ГУВД Ташкента регулярно проводится профилактическая работа с гражданами. В частности, на днях состоялись мероприятия, направленные на предупреждение фактов мошенничества с банковскими картами. Подробности далее в сюжете. Сотрудники отдела кибербезопасности Главного управления внутренних дел города Ташкента провели профилактические мероприятия среди населения в Челанзарском и Юнусабадском районах столицы под лозунгом «Мы против киберпреступлений». В мероприятии участвовали специалисты в сфере киберпреступности, инспектора профилактики, инспектора по делам женщин, а также люди, которые стали жертвами мошенников. Участники встречи узнали об основных понятиях, формах ответственности и о том, как обезопасить себя и свои пластиковые карты от мошенников. Людям продемонстрировали видеоролики и ответили на интересующие их вопросы. Также рассылались ссылки, предупреждающие жителей о преступлениях, в группы в социальной сети Телеграм, созданные совместно с активистами района и его жителями. «Недавно у нас был такой случай, что маме поступила ссылка на сообщение по телефону, и в ту же минуту позвонил оператор. Оператор попросил зайти на ссылку и дать пароль от своей пластиковой карты. В итоге мама ничего не думала, отца тоже ничего не думала. Они дали пароль от пластиковой карты и у мамы сняли со счета 2,5 миллиона сумм. Они осведомлены, они знают. Я им и статьи показал, и законы показал. Все есть». В рамках агитационно-пропагандистской работы в Юнусабадском районе встреча прошла в актовом зале Ташкентского государственного юридического университета, где в мероприятии также приняли участие профессор и начальник кафедры кибербезопасности Саид Гулямов, а также студенты университета. В Челанзарском районе встреча прошла в актовом зале школы номер 179. «Сегодня сотрудники Главного управления внутренних дел совместно с сотрудниками районного управления Челанзарского района провели встречу, посвященную кибербезопасности. Мы очень признательны им за эту встречу. Мы узнали много полезной и важной информации. Я считаю, что такие мероприятия нужно проводить чаще». Благодаря таким мероприятиям люди становятся более бдительными и внимательными. Но не стоит забывать, что в реальности мошенники действуют изощренно и очень убедительно. Так давайте еще раз повторим основное и самое главное правило. Никому не называйте конфиденциальные данные своей банковской карты. Не сообщайте пин-код, срок действия карты, свои персональные данные и коды из СМС. Будьте бдительны!